15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. За 10 лет боевых действий на территории этой страны погибло около 15 тысяч советских военнослужащих, из них порядка 170 жителей республики. Сегодня симферопольцы в очередной раз встретились у памятника крымчанам, погибшим в Афганистане. Они пришли, чтобы почтить память погибших и возложить цветы. Среди них военные, прошедшие страшную войну, представители власти и все неравнодушные. Очень много крымчан участвовало в этой войне, и симферопольцев в том числе. Много погибло, вечная им память. Но и сегодня очень многие остались в строю, которые сегодня работают, которые участвуют в воспитании нашей молодежи, в том, как надо любить и защищать свою родину. Вечная слава тех, кому нет, и дай Бог здоровья тех, кто с нами. Решение о вводе советских войск в Афганистан было принято 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро, ЦК, КПСС. На это было несколько причин. Стремление СССР поддержать национальную демократическую партию Афганистана и обезопасить свои южные границы. Для тех, кто прошел годы войны, видел смерть товарищей и мужественно сражался за будущее – это особая дата. Увековечить исторические события вызвался Крымский союз ветеранов Афганистана. Был издан первый том издательского проекта «Солдаты победы. Один день фронта». А сейчас, если ничто не помешает, то в марте месяце при поддержке Министерства информационной политики выходит второй том «Солдаты победы. Письма с войны». Мы сейчас приступили к сбору, в общем-то, уже где-то на 40% собрали материалы для нового издательского сборника. Он будет также «Солдаты победы», но он будет посвящен воинам-интернационалистам. Мероприятие продолжилось в Академическом музыкальном театре. Крымские власти поздравили военных с 29-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана. «Мне хотелось бы всех поблагодарить за оказанную в годы афганской войны позицию, за оказанную в Крымскую весну позицию и пожелать вам всем здоровья, счастья, благополучия». Ветеранам войны вручили благодарности и нагрудные знаки за мужество и участие в нелегком бою. Помимо этого, крымские исполнители поздравили зрителей песнями и танцами. Анна Волина, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.